замечательно еще говорит человеческим голосом сегодня мы с вами в таком режиме так сказать на ходу разбираем грейдл и специфику работы с ними на самом деле конечно грейдл за одно занятие разобрать невозможно поэтому мы будем скорее смотреть а его отличительные черты и почему вот он отличаются от мэйка и от мэйлин почему вообще люди решили что нужно что-то кроме мэйлин принципе вот и попробуем в интерактивном режиме сделать свой плагинчик я подозреваю что у нас с вами это последнее занятие если не будет запроса на что-то дополнительное всем напоминаю о том что надо готовить свои с тем кто хочет получать зачеты те кто хоть не хочет получать зачеты но хочет попасть в историю тоже может подготовить напоминаю что лучшие проекты в смысле вот эти тексты мы предложим на публикацию в самом хабре паблике как он или паблик как он там называется короче в секции jetbrains education так поехали 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 мы сначала мы поедем с на сайт так мы делаем шерф мы делаем сайт и мы с вами идем на этот самый сайт вот эта система грейдл вот уже даже какая-то версия там 73 достаточно большая можно почитать сразу вот интересно бросается в глаза что система позиционируется как система для нескольких языков к сожалению далеко не все что здесь написано работа одинаково полезно в частности была очень хорошая интересная инициатива сделать сборку для си плюс плюс она но не то чтобы не не получилось я думаю что скорее не дожали то есть сделали очень симпатичную модель и много полезных вещей сделали но недостаточную совместимость обеспечены существующими решениями и собственно в общем она как-то само собой умерла все jvm языки само собой android вообще практически ни на чем кроме грейдл собрать нельзя вот так вот исторически сложилось я помню времена когда он собирался не на грейдл это было ужасно это просто какой-то кошмар java скриптовой сборки на грейдл я не видел но естественно можно я тех на грейдл собираю кстати говоря могу вам показать этот проект если кому интересно вот давайте прямо сразу его открою пока я об этом помню так называется вот мы идем в этот сборник и вот тут вот например есть всем фистехом знакомые лабник по электричеству который не так давно был обновлен и замечательно мы видим что сборка сделана на грейдл почему на старом еще на груве и вот тут вот написан собственно скрипт который позволяет не просто собирать код а собирать документ и добавляет некоторые дополнительные опции которые здесь есть кому интересно пожалуйста можете посмотреть разобрать и кстати говоря опять же так как вам надо писать напоминаю что вы можете это сделать используя какой-то вот опорный код александр я прошу прощения думаю что имеет смысл сказать просто каким боком груви и котлин скрипт относятся сейчас мы дойдем я просто пока делаю обзор да значит а сейчас мы до этого дойдем значит сам грейдл еще раз это система сборки возникла в джава экосистеме в основном с ориентировкой именно на джава и на сложные всякие проекты то есть вот для каких-то достаточно простых вещей просто взять скомпилировать код было достаточно мэйвена но в мэйвене вот в прошлый раз андрей вам все это детально показывалось один из основных недостатков мэйвена и в каком-то смысле одновременного достоинства является представление мэйвена в виде xml файлов который очень сложно писать если у вас сложный сборочный скрипт он начинает занимать там 10 экранов это уже очень тяжело грейдл исходно позиционировался как система в которой вот такие вот добавления новой функциональности а в мэйвен я напоминаю довольно сложно добавить новую функциональность сделано должно быть сделано легко поэтому грейдл исходно был сделан полностью написан на языке груви груви это такой аналог пайтона для gvm до сих пор на самом деле если посмотрите очень симпатичный язык он сейчас не очень живой потому что по сути все лучшее что в нем было перекочевала в тот же котлин но данный до сих пор очень много кто пишет это динамический язык еще раз говорю очень похожий на пойду но за многом так что называется inspired by python и последние годы люди поняли что можно сделать вот эти все вещи очень красиво на котлен и поэтому сейчас грейдл мигрирует на котлен вот значит можно вот эту документацию можно читать неделями эта система очень как сказать большая очень много возможностей и в каком-то смысле сложная поэтому я не вижу смысла сейчас на самом деле начинать вот прямо с истоков и рассказывать как тут что работает мы лучше с вами сейчас сделаем просто проект и посмотрим на практике какие-то основы важное отличие от систем которые других ну кроме кроме пожалуй семейка это наличие в грейдл достаточно строгой модели проекта то есть если в мэйк я напоминаю мы с вами что делаем в мэйк мы с вами просто вызываем некоторые команды да мы можем разбить вызова вызова вызов этих команд на задачи сделать зависимость между задачами сделать верификацию входных выходных данных и какое-то там то что называется incremental compilation или какое-то инкрементальное выполнение задач в мэйвен допустим мы можем эти задачи спрятать и сделать так чтобы они сами определяли что надо делать на основе вот этой вот xml конфигурации которые мы видим можно наверное сейчас открыть какой-нибудь типичный с чем там у нас андрей любит работать команд смаз какой-нибудь да он как раз на вы на мэйвене поэтому александр возьмите лучше команд сланг потому что эта штука которая во всяком случае собирается и проходит тест а нет я только на джетхабе на самом деле я хочу просто на джетхабе показать как выглядит тот самый build файл значит вот примерно примерно тысяча строк чем-то xml которые нужны для того чтобы просто эту штуку собрать да вот ну естественно читать это тоже периодически надо так вот значит мэйви напоминаю он берет вот какие-то блоки которые у нас контрибуторов это не интересный блок девелопер тоже интересный блок тут кстати говоря очень много информации которая к сборке не имеет отношения между прочим но вот например блок дипенденции это очень важная часть я просто повторю то что прошлый раз андрей рассказывал что этот блок позволяет автоматически просто по имена но под некоторым координатам наших проект пакетов которые надо подключить их автоматически подгрузить совместить все то что называется можно так сказать слинковать хотя в gvm линковка это немножко другая история также тут можно достаточно легко и автоматизировано значит какие-то вещи вот подключить какие-то плагины которые делать будут какие-то сложные вещи на может быть на разных фазах и так далее вот но при этом по сути вот этот вот то что реализует этот самый плагин она внутри просто работать с файловыми деревья имея только вот эти хуки в мэйвине которые активируются на той или иной фазе жизненного цикла вот ну давайте на самом деле перейдем к практике уже на реальном примере попробуем разобраться что же у нас происходит значит давайте чего я сейчас делаю я наверное сейчас уберу этот экранчик мы переключимся позакрываем может быть лишнее я сейчас позакрываю лишнее просто пошарю весь экран целиком так это я все закрыл это я все закрыл чтобы она не вылезала в самый неподходящий момент отлично давайте весь экран и так значит какой самый простой способ начать работы с грейдом самый простой способ ну вы наверное сомневались но это взять идею и сделать в ней новый проект ну почему естественно это может быть и комьюнити эдишн и ультимейт как у меня мы нажимаем кнопочку новый проект мы вызываю выбираем тут или вот такой вариант который позволяет нам сразу сгенерировать грейдл проект для разных систем естественно мы будем предпочитать делать вот так но может быть если у нас останется время мы посмотрим и как выглядит груви скрипты тоже еще раз повторюсь грейдл поддерживает два разных языка для написания наших вот этих вот сборочных скриптов но я думаю что сейчас имеет смысл работать для новых проектов имеет смысл работать конечно скотлин то что называется котлен dsl поскольку по всем параметрам уже практически ничем но и по скорости и так далее на ничем не уступает но в качестве плюс вы получаете статическую типизацию которая существенно упрощает работу по скриптами вот полу опять же помните прошлый раз андрей говорил что в мэйвин важным фактором является то что в xml есть валидация схемы вот статическая типизация в грейдл она является другим способом решения той же самой проблемы то есть проверки вашего билд файла до того как вы его еще запустите также идея предоставляет нам варианты сделать например конкретно специальные проекты на java есть разные варианты можно выбрать например не предлагает он систему сборки выбрать не предлагает на котлен по умолчанию на котлен можно выбрать какие-то прототипы проектов используя разные системы сборки опять же грейдл котлен грейдл груви мэйвин и внутренняя система сборки которую я наверное не рекомендую не использовать никому не потому что она плохая она на самом деле очень даже хорошие разработчики идеи например говорят и котлен сама говорят что они даже периодически используют по некоторым причинам кэширование какое-то сделано лучше александр не только у вот этой gps системы внутренней да у нее есть одно достоинство по меньшей мере но дело в том что я возможно оговаривался что team city умеет собирать gps проекты так вот штука в том что в team city есть такая штука как ремоут дебаг удаленная отладка отладка на team city агенте если у вас какой-то тест вот эта штука которая работает в данный момент исключить исключительно для gps проект ну давайте да иногда но имеет смысл я даже могу объяснить почему наверное мы сейчас не будем в нее углубляться я просто на словах кратко объясню как она работает gps на самом деле название сейчас не используется но исторически она так осталась она создает внутри что-то типа мэйвин конфигурации в xml но при этом конфигуре она не предназначена для того чтобы ее руками конфигурировали этот xml а это делается визуальным редактором ну вот 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 такие формочки визорды которые это позволяет сделать то есть с одной стороны новичку это очень просто потому что вот этим визорными можно сконфигурировать с другой стороны как только ваш билд становится сложнее вот чем там просто собери файлы и скомпилируй этот визор тоже начинает не справляться у него начинаются какие-то странности а глазами и руками редактировать этот файл очень тяжело поэтому вот пока у вас нету такой специальной задачи в которую нужен наверное его не рекомендую вот значит вот самый простой способ еще раз говорю допустим если мы говорим про котлин забираем котлин забираем аппликейшн забираем куда его ставить выбираем версию gdk с которой мы будем работать и все замечательно можно выбрать параметр артефакта он сам все сгенерировать давайте сейчас решим что мы не ищем простых путей а вот как андрей нам в прошлый раз показал начнем с командной строки соответственно что нам надо сделать нам надо сделать для нашей работы с вами какую-нибудь директорию значит ну вот допустим здесь миск и здесь мы с вами откроем терминал и сделаем вот что во первых мы проверим что у нас хорошо видно по размеру экрана кто-нибудь может сказать на шрифт нормально видим все да хорошо значит что мы сделаем во первых мы проверяем что у нас в системе стоит этот самый грейдл у меня он стоит да если вы устанавливаете ваше приложение создать ваш приложение через идею вам ничего устанавливать не надо это опять же один из плюсов грейдл его не надо устанавливать систему он сам автоматом докачает все что ему нужно в данном случае если хочу делать из консоли значит мне надо проверить что он у меня есть для этого я вызываю стандартный ключ грейдл вершин он какое-то время пропыхтит и сообщит мне что версия есть значит что версия 7.3 это последняя что версия кодлинг компилятора версии груби компилятора тут вот такие вот все звучит и мы с вами можем начать с того что создать директорию для нашего проекта назовем ее кредил дему какой кошмар я работаю в командной строке о чем-то мне тут только думают мои родители так значит после этого я соответственно вызываю команду которая создает нам шаблон проекта вызываю грейдл значит и нет команды нет минус чтобы я помню минус минус так по моему и кодлинг лайк бра печатков градо да 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 но он мне сразу об этом и сказал совершенно верно спасибо пошел чухаться значит в грейдл нету архетипов о кстати он вызывает мне интерактивный помощник о том как мне создавать этот проект по правде говорить я практически никогда не пользуюсь этим способом но просто вот показываю как она работает так так и деса нужно никакой не и уже давно градал дема все значит вот у нас создался некоторый проект более того смотрите какой он хитрый он сразу сгенерировал что такое лип я не знаю но он сразу сгенерировал все файлы необходимые нам для сборки их довольно много сейчас мы с ними разберемся и он сгенерировал даже gitignore для того чтобы можно было прямо запулить эту штуку ну все мы файл директорию создали теперь давайте мы все-таки идем в идею делаем open значит идем сюда миск и вот открываем вот эту вот директорию грейдл дема обращаю внимание она сразу подсвечена как идея проект несмотря на то что мы не создавали никаких файлов специфичных для идеи то есть она вот уже сразу его распознает так замечательно тут какой-то мусором не на открывал это сейчас это закрываем все он даже сразу нам видите он создал нам двух модульный проект я прямо тут нет стоп а это это вообще как это не то это открылось товарищи щас секунду так может у меня там уже был файл с таким названием давать заново сделаем так значит мы его удаляем и давайте еще раз сделаем просто не так повторяем нашу манипуляцию так и еще раз все перейдем где я боюсь менять просто в другом месте какой-то был проект таким именем я по ошибке его открыл нет это какой-то не тот проект в другом месте это неправильно пчелы они делают неправильный мед так идем а ну да у меня две разные директории миска в них не одинаковые проекта кошмар значит открываем проект во вот и теперь то что нам надо что такой лип значит как вы видите запустилась интеграция с моделью опять же вот грейдл делался во многом как система ориентированная на работу с айды и то есть у него есть внутри некоторые ручки которые он заранее выдает айды ги для того чтобы айды ги подхватила модель проекта который используется в грейдл его использовал не всегда работает идеально но тем не менее итак давайте посмотрим что же у нас создалось значит у нас создалось директория грейдл это служебная директория директория с кодом еще туда сходим джет атрибут с джет игнор это файлы которые для ну грубо говоря для джет хаба там для работы с джетом то что мы с вами говорили в самом начале джет атрибут интересно что здесь какая-то первый раз такую штуку вижу в общем это что-то чтобы дружить разные операционки хотя без этого все тоже отлично работает но на самом деле переносы строк просто у бат файлов могут попортиться и по но с учетом того что с учетом того что на windows сейчас работают уже очень давно и те и другие переносы строк в общем это не проблема вот создай создался еще у нас некоторый вот эта штука которая у нас ну это на самом деле shell скрипт просто обычный самый вот банальный баш скрипт и этот суть этого скрипта это называется градал в что переводится как грейдл в рейпер и суть этого скрипта заключается в том что когда вы его запускаете и у вас в системе например у вас нету грейдл или есть но не той версии он сам автоматом подкачивает нужную версию грейдл устанавливает и все запускает вам не надо думать о том чтобы вот как семейком например установить правильную версию семейка он стоит там правильную версию компилятора все это сделать это ничего делать не надо это конечно существенно облегчает жизнь вот этот файл это тоже самое но сделанное под собственно старый windows cmd на современных windows of конечно если особенно у вас windows of system for linux стоит работает и то и другое одинаково то есть вообще будет бат не нужно но это уже другой вопрос значит и тут создается два файла точнее один файл должно было два но один сейчас мы еще один создадим который собственно описывают нашу сборку это вот settings грейдл ктс тут практически ничего нет это здесь имя проекта она кстати опциональная если его нету просто берется имя директории на лучше чтобы оно было и команда которая обеспечивает включение модуля лип на самом деле обычно в этой директории также находится файл который называется build грейдл с и который является по сути корневым файлом для вашей сборки мы сейчас пока сюда ничего не пишем ну мы можем на самом деле что-нибудь например написать например можно написать description обратите внимание я использую автокомплит то есть да то есть мы айды я откуда-то уже знает что у нас не просто может быть такое свойство здесь выписано что у него тип определенный сейчас мы посмотрим откуда но может попозже замечательно и давайте посмотрим что находится у нас в директории лип директории лип у нас находится ну собственно папка с исходниками кто был в прошлый раз на занятии скажите мне пожалуйста что означает эсерси что означает мэйт что означает тест ну-ка проверим кто был в прошлый раз никто не был ну ты был прошлый раз я понимаю да вот ну ладно на всякий случай все-таки стеснительные это стандартная конвенция мэйвин проекта что у нас есть source set для нашего собственного кода source set для тестов в нем внутри есть папа директория с названием языка внутри есть директория с названием пакетов грейдл используют конвенцию мэйвин проектов поэтому просто один в один практически без изменений единственная разница это стандартная директория куда складываются результаты в мэйвине называется как она называется то таргет таргет называется мэйвине а в грейдл называют build вся разница вот и файл который описывает собственно проект который мы будем использовать он находится в этой директории обращаю ваше внимание это вот как раз он тут сразу создал проект с двумя модулями есть корневой модуль и есть под модуль я не помню рисует ли он картинку здесь да рисует то есть вот есть корневой модуль грейдл демо и в нем есть модуль лип кстати говоря это тоже одна из проблем которая всегда была в мэйвине в мэйвине делать моду многомодульный проект мы в мэйвине это довольно большая морока то есть там это можно сделать но в общем я помню что с этим были какие-то проблемы дикие но с этим проблемы дикие это создавать с нуля но в принципе если это делать через архетип мвн аркетайп чини рейд то более-менее терпимо да но там еще порядок сборки вот этих под модулей там были какие-то я просто очень давно этим занимался но я помню что там какая-то была с этим боль и она по моему не исправилась значит и вот этот файл уже описывает нашу сборку ну тут надо обратить внимание что он напихал нам кучу мусора если бы мы создавали эту сборку не и нет плагином а через визор идеи а он было бы гораздо более компактная и мусор бы у нас было гораздо меньше мусор с вами просто поубираем чтобы он нам не мозолил глаза значит убираем комментарии никогда так не делайте убираем вот этот java library вообще вообще не нужная вещь абсолютно оставляем репозиторий это важная вещь оставляем плагин который применяется сейчас мы обсудим что эти штучки означают котлен бом он зачем-то нам пихнул на самом деле он не нужен потому что он уже в версии прописан убираем это не нужно потому что это котлен плагинов опять же автоматом это ставит убираем guava зачем нам глава зачем что это зачем он кому-то нам подключил по-видимому просто ради разнообразие и эту штуку эта штука нам нужно будет значит нам нужно с вами будет подключить какой-нибудь фреймворк для тестов но он какой-то что-то странное подключил пусть идет болото потому что нам это не написать например если мы сейчас мне надо сходить вспомнить как называется зависимость на g unit 4 вы можете попробовать сразу g unit двоеточие g unit и если он ошибется он не умеет к сожалению то есть вот котлен вот мы можем прямо скопировать эту зависимость вот отсюда прямо из мейвен централа и вставить в наш проект это тоже один из предметов воя который сейчас есть он заключается в том что вот именно котлен dsl он не умеет в отличие от того же майвена или груви dsl подставлять версии автоматом надо копировать вот по сути все по сути все вот вся конфигурация проекта мы с вами кстати говоря могли бы работать с одномодульным проектом тогда бы вот эта вся штука была бы просто в корне и все мы можем сейчас взять и запустить сразу задачу на сборку вот я вам сейчас ее запустил через идею какое-то время покрутиться потому что она подгрузит зависимости а потому что котленд тест а котленд тест я забыл да это я не прав да значит надо написать еще тест вот так вот оно должно работать все все скомпилировалось все замечательно более того мы можем на самом деле давайте опять же для любителей работы с адресной с консолью я сделаю то же самое в консоли значит я делаю чего я делаю грейдл даже могу сделать грей долгу чтобы у меня запустился ватер а не тот грейдл который установлен у меня в системе и тогда если я правда хочу ватер мне надо значит вот так вот сделать и например я запускаю build у меня запускается сборка всего проекта сборка завершена все замечательно вот или мы можем сделать вот так вот например мы можем сделать мы можем запустить сборку под модуля нашего конкретного значит адресация модулей и задач грейдл делается через двоеточие то что я здесь сделал запустил задачу таску как по-русски задача с путем в лип билд вот то есть все таким образом работает там есть некоторые правила по которым запускаются задачи например если мы запускаем задачу build в верхнем в проекте верхнего уровня он запускает задачи во всех проектах более низкого уровня но опять же давайте наверное на этом не фокусироваться единственно что вот может показать вам полезную штучку что мы можем сделать грейдл он нам покажет список всех задач вот он вывел видите в консоль список всех задач которые в этом проекте сделаны опять же это вам должно быть знакомо по мэйку это в каком-то мере знакомо пасси мэйку и по мэйвену тоже разница с мэйвеном заключается в том что здесь нету жизненного цикла теперь давайте все таки сейчас секунду сколько у нас времени я просто глянущу почему-то и часы а времени у нас еще час где мой код где мой код вот давайте попытаемся разобраться что же у нас тут происходит может быть даже успеем сделать простейший плагинчик для нашего кода который будет чем полезно делать нам мне кажется был делать не лип аппликейшен ну давайте мы на самом деле сделаем просто ради интереса сделаем модуль воспользуемся при этом на этот раз воспользуемся билдером самой идеи значит это я создаю не проект а под модуль котлин так нет грейдл это убираем это добавляем котлин gvm создаем его и какой-нибудь модуль давайте назовем его up консольное приложение опять же так же как в мэйвене вводим координаты здесь пишем нравится ему не нравится что ладно ой что сделал секунду товарищу извините я промазал а я думаю чем не так все плохо видно у меня этот самый fullscreen работает мод мир которым неудобно работать сейчас еще раз наверное давайте что я покажу на самом деле не как это принято делать а как я обычно это делаю я обычно делаю очень просто я создаю директорию называю и об дальше я беру создаю в ней или копирую этот файл bill great lkts скопировал добавляю руками вот сюда новый модуль он у меня подгрузился и делаю синхронизацию билда чтобы идея у меня подцепила все вот он у меня возник все замечательно все работает после этого мы можем опять же воспользоваться инструментами для того чтобы создать нужные директории в моем случае это и серсе main котлин все создали все работа а чем мы хотели мы хотели какой-нибудь hello world сделать давайте сделаем hello world котлин делаем файл делаем ему название hello low и пишем значит наш main метод который говорит green green hello нет говорит он замечательно значит мы можем сделать запустить нашу программу она соберется более того мы можем ее опять же используя средства идеи самой мы можем ее запустить видите тут возник треугольничек вот мы делаем запуск он даже нам что-нибудь выведет в консольку вот привет правда сама программа при этом у нас не соберется исполняемой для того чтобы собрать нашу программу исполняемую начнем надо сделать вот этот самый jar файл мы сейчас кстати говоря включим чтобы у нас отображались show excluded files чтобы мы посмотрели какие у нас всякие дополнительные директории сгенерировались вот у нас директория build например да и в ней есть наши скомпилированные классы вот класс файл вот привет он декомпилированный ну ладно значит скомпилировались какие-то служебные файлы все замечательно разложилось по этой директории и если теперь служебная директория которую мы обычно не трогаем тут кэши и собственно скачанная версия этого самого грэдла сидит вот если у вас что-то поломалось кэшем это директория просто можно удалить и все так идем обратно в наше приложение и давайте что нибудь разберемся все таки как работает этот build скрипт во первых почему я вам сразу сказала давайте мы будем использовать kotlin build скрипт и нам для от этого будет легче понимать что у нас происходит потому что вот давайте мы наведем на это слово и сделаем стандартное действие во первых вот я навел у меня подсказка то есть оказывается вот эта штука это не просто элемент какого-то птичьего языка который у нас есть а это обычная функция нашей программы kotlin данном случае эта функция которая вызывается вот у нее в качестве ресивера то что называется не явно во первых не явного аргумента идет оболочки то в чем она выполняется это объект типа project и он вызывает вызывая он на самом деле вот это то что фигурных скобочках идет это просто функция мы можем с тем же успехом записать вот сейчас записать одну скобочку сюда одну скобочку сюда и это будет абсолютно правильно то есть вот эта штука на самом деле эта функция которая вызывается вот на этом объекте лямбда выражение всего год ну это специфика kotlin что можно вот эти вещи так прятать но она на самом деле также работает и в грудь что важно мы можем сделать можем взять и control кликом в эту штуку провалиться баба и вот у нас функция и мы видим что какое окружение этой функции мы можем в него под пойти посмотреть вот свойства которые у нас есть у project вот их вот много всякие разные и мы можем посмотреть как работает вот этот репозитори хендлер бабах и посмотреть что у него тоже есть внутри то есть когда мы здесь начинаем что-то делать мы можем проверить вообще какие методы доступны у нас в этом окружении например мы хотим подгрузить какой-нибудь странный мэйвен репозиторий значит напоминаю с прошлой лекции о том что у нас могут быть несколько разных репозиторий начинаем наводить мэйвен control space ооо супер у нас есть готовые методы которые позволяют нам работать с мэйвен репозиторий для того у нас вероятно есть не метод который берет в качестве аргумента строку в данном случае и не это наследствие груди конечно но тем не менее давайте напишем аж ттп и так значит репу котлин линк репу котлин линк это замечательный сервис который сделал руслан ибрагимов и который позволяет нам делать редиректы наших разных артефактов их версии разработческих герсий чтобы не лазить каждый раз централ с каждой публикации все запустили синхронизировали все прошло вот синхронизация прошла то есть мы успешно обработали это изменение в белый дедут кстати говоря есть режим если кому интересно есть режим автоматической синхронизации как-то он вот нет не оффлайн тут был он autoreload да можно его включить тогда любые изменения здесь будут приводить автоматически к синхронизации проекта но и честно говоря так себе опыт очень она загружает так кто-то пришел андрей можешь выпустить кого-нибудь или ее того кто пустит пришли уже отлично вот значит соответственно опять же мы можем посмотреть как работают те или иные функции которые у нас есть можем залить им внутрь ну до какого-то предела к сожалению api грейдла во многом проприетарная закрытая не проприетарная закрытая правильно проприетарная то есть она бесплатная но она закрыта кроме того можно посмотреть разные другие функции тоже например dependents тут будут работать только методы которые работают в этом сколпе в этом как называется по-русски диапазоне область видимость область видимость отлично сложное слово вот и так же будут всякие разные замечательные другие методы работать которые позволяют нам упрощать жизнь потому что например мы можем прямо здесь добавлять какие-то функции например мне надо 15 раз написать разные вариации там нашей библиотеки мы можем сделать такую замечательную вещь фан 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 депенден днс нет нпм лип мы можем написать например вот такую штуку и и вот например версию можно поставить вот так вот например вот такую штуку сделать а потом здесь например сделать зависимость зависимость и написать не в таком виде а в таком про что такое имплементейшн я чуть-чуть похоже чуть-чуть расскажу глубоко не успею значит здесь мы пишем нет пишем нпм лип здесь пишем о и версия я помню какая у нас версия но 0.2 то точно должна быть все проверяем что у нас сборка прошла синк прошел сборку запускаем а я не у того артефакта запускаю сборку ну давайте вот у этого запустим все прошло то есть библиотека подгрузилась более того мы ее можем на самом деле вот здесь вот увидеть да так почему я здесь не видим ну давайте так опять же воспользуемся терминалом и еще одну полезную команду увидим значит напишем грейдл депендент 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 yes оба и мы посмотрели так что а он мне только корневого проекта значит мне надо ап вот так вот сделать вот смотрите значит он мне посмотри да вот вот он мне разобрал зависимость вот он даже показал вот подключилась правильная версия кимов корр обращаю внимание произошло разрешение версий то есть у меня в текущем проекте подгружена kotlin версии 1.5.31 вот в этом старом кеймафе используется 1.4.30 он автоматически одну другую заменил то есть сделал разрешение вот тут звездочками пометил где происходит разрешение правила разрешения в грейдли чуть-чуть отличаются от тех что есть в мэйвене но это уже такие нюансы до которых по первости вы не доберетесь там есть там есть некоторая разница но она не не сразу возникает вот все работает на самом деле еще раз я вот то что я хотел показать это то ради чего вообще говоря люди пошли заниматься вот сделали крейдл потому что сделать вот такую версию вечно мэйвене крайне сложно крайне сложно вам надо писать плагин который будет как-то перелопачивать ваш xml еще что то делать такое в крейдл вот такие модификации скрипта происходит мгновенно вторая вещь которую я вам обещал рассказать это немножечко я расскажу про объектную модель глубоко не смогу я просто качественно примерно покажу в чем она заключается вот вот этот implementation которые написаны ну казалось бы зависимость и зависимость назови как-нибудь просто и не, не, не позабься на самом деле есть разные версии зависимости например, implementation если мы вызовем по нему подсказку интересно он что-нибудь скажет вот она как говорит добавляет зависимость в конфигурацию вот этого implementation есть другая конфигурация Test implementation Есть конфигурация, например, такого типа называется API. Тут тоже можно что-нибудь показать. Это сломается, естественно. Что такое конфигурация? Конфигурация — это наборы зависимостей. И у вас есть наборы зависимостей для тестов, которые могут отличаться. Например, вам не надо тащить с собой в production, то, что называется G-Unit, framework для тестирования. Есть зависимости, которые в основном коде у вас, причем вам надо, чтобы они автоматом были видны и в тестах тоже. Дальше есть зависимости, которые вы хотите, чтобы были видны транзитивно, доступны потребителям вашей библиотеки. Есть зависимости, которые вы не хотите, чтобы были видны транзитивно. Есть зависимости, которые вы, например, хотите, чтобы были только в бенчмарках и так далее и тому подобное. Вот эти вот конфигурации, которые вот здесь есть, вот мы сюда прощелкаем, а тут только интерфейс, ну, можно, например, вот такую сделать, смотрите, мы сейчас с вами сделаем заодно и посмотрим, как в Gradle добавляются таски, да, значит, мы хотим добавить новую задачу. Ну, опять же, в Maven довольно сложно, все мейки, я подозреваю, что это тоже сложно, а в мейке это просто. Вот Gradle в этом смысле работает как мейк, мы делаем фан, нет, значит, таскс, делаем новую задачу, вау, сейчас я помню, делается, ну, давайте так, таскс, приейт, нет, А, вот оно. Вот так, да, 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 и диаматично сделаем фау, там, mytask, значит, здесь мы указываем, как должно работать, вот, значит, обращаю внимание, тут никакой магии, это все, это конструкция языка Kotlin, это называется делегация, нам сейчас не важно, что это именно, это на самом деле просто спасает нас от того, чтобы два раза повторять название, то есть мы можем с тем же успехом назвать так, так, таскс, креейт, здесь указать имя, да, то есть это на самом деле просто такая сокращенная запись, что мы здесь делаем, значит, мы делаем тут вот такую вещь, do last, и здесь мы хотим, например, получить список конфигураций, которые у нас есть в проекте, значит, вызываем project, на всякий случай явно, да, configurations for each, ну, и просто печатаем их в консоль. Вот задача, которая не просто, пока даже никакого кода нет, она просто работает с моделью проекта, давайте мы попробуем эту задачу запустить, ну, мы можем сделать sync, она у нас появится вот здесь вот в нашей app tasks в other, и вот она здесь появилась, вот мы ее запускаем. О, смотрите, какая прелесть! Вот он вывел нам все конфигурации, которые есть в данном проекте. Значит, таким же образом мы можем добавлять разные замечательные другие вещи. Например, мы можем сделать так, чтобы мы можем делать зависимости между задачами, да, Как это делается? Пау, билд, бай, ас, геттинг, геттинг, вот так вот. Мне нравится. Что мне не нравится? А, ему не нравится, что я не указал. Я... Ну, так должно работать. Неважно. И... А, ну все правильно, да. Я нахожу эту таску, я хочу сделать так, чтобы каждый раз... Давайте на всякий случай сейчас запишем билд, запустим, увидим, что он ничего противоестественного нам не показывает. Кстати говоря, вот тут показаны задачи, от которых билд зависит, то есть тут тоже есть таск-граф. И мы тут пишем замечательную такую штуку. И мы тут пишем замечательную такую штуку. Depends... Depends... Супер. Я нахожу, в которой я описываю проблемы грейдла. Но, правда, должен сказать, что вообще в природе есть много критиков грейдла, но они в основном критикуют грейдл за проблемы в тех вопросах, до которых остальные системы сборки просто не добираются. То есть, которых просто невозможно сделать в других системах. Поэтому я не думаю, что грейдл это прямо вот такая вот серебряная пуля или золотая или платиновая, которая решает все проблемы. Безусловно, у него есть свои проблемы, но, конечно же, по гибкости это очень мощная система. Давайте теперь с вами сделаем сами... Я думаю, что мы успеем, у нас почти 40 минут есть. Мы с вами сделаем кастомный плагин к грейдл прямо на ходу, который очень полезный. Очень полезный кастомный плагин. Значит, мы с вами сделаем больше. Ну, вот это я закомментирую. Это полезная задача. Это уже закомментирую. Значит, очень часто возникает проблема такая, что вы хотите внутри своей программы узнать версию этой самой программы. Да? У кого-нибудь возникала такая задача? Где мой этот самый? Поднимите руки, у кого возникала такая задача. У меня точно возникала. Но больше никто не говорит. Но, тем не менее, поверьте мне на слово, что такая задача довольно часто встречается. Это нужно ему просто для проверки. Это проблема, потому что сам код, естественно, ничего не знает про свою версию. И вот мы с вами сделаем больше. Мы с вами создадим вот некоторую задачу, которая будет эту версию передавать в код. Значит, давайте создадим нужную тасту. Как назвать эту задачу-то? Ну, не знаю. Get version. Версион. By tasks. Или давайте так. Copy version to resources. Вот так мы назовем. Все-таки мы любим, чтобы у нас имена были говорящие. tasks.creating. Что нам нужно сделать? Значит, нам нужно сделать, чтобы у нас создался... Для того, чтобы файл стал доступен в нашем... Вот в этом исполнении, нам надо как-то его подпихнуть в наш код. Для этого мы можем что сделать? Мы можем создать директорию ресурсы. Так, вот. Main resources. И положить сюда файлик. Просто назовем его версию. И... Значит, в этот файлик мы запишем просто... Значит, пока просто запишем версию 1.0. Не будем просто больше ничего делать. После этого мы что можем сделать? Мы можем, например, здесь сделать... Вер. Вау. Расправлен. Вер. Расправлен. 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 Сейчас будет немножко java-магии. Значит... get-resources-stream-version-read-all так, сейчас тут где-то была функция, которая... ну ладно, пусть будет так, я не уверен, что это самый хороший способ, но ладно, черт себе вот так, пусть будет, запускаем отлично, все работает, все видели фокус, да, то есть этот файл, который распространяется вместе с моим пакетом, он подгружается, все в нем замечательно работает в общем, если этого файла нет, он, естественно, выдаст ошибку давайте теперь мы в нашем build скрипте, нам что надо сделать? нам надо при сборке создать такой файл и подпихнуть его в нашу территорию ну, давайте таким образом и сделаем, значит, во-первых, мы определим, значит, мы опять, вот нужно сделать этот блок doLast это вещь нужная, потому что вот стадия создания задачи, стадии ее выполнения разделены, то есть вот мы сейчас ее создаем, конфигурируем эту задачу, а выполняться она будет уже потом, когда мы ее запустим, поэтому надо отдельный блок сделать значит, что мы тут делаем? мы делаем, значит, wow-версион-файл создаем просто наш файл, файл у нас будет лежать в нашей директории сборки, значит, для этого мы обращаемся к значит, у нас в в project, то есть если мы возьмем наш project у него есть такой параметр, называется builddir замечательно то есть мы можем сразу в проекте получить ссылку на файл вот этот самый builddir соответственно значит, файл, какой у него там аргумент, у него parent, по-моему, может быть тоже файлом, значит пишем builddir и здесь пишем версион замечательно, создали файл, да? значит, теперь мы берем этот версион-файл и writeText writeText и мы пишем, что сюда, мы должны сюда написать версию, а версию мы опять же можем взять из проекта проект знает свою версию toString естественно вот проект можно, на самом деле, убрать, потому что он неявно передан снаружи мы все, что мы делаем, оно происходит вот в этом самом project кстати говоря, неплохо бы это было версию, на самом деле, как-то написать, да? значит значит 1.0.0 а если бы ее не написать, она все равно бы неявно как-то бы существовала, получается? ну, это version поле, оно все равно существует, да? да, version поле это часть собственно это вот если мы возьмем у проекта вот у него есть этот самый метод getVersion, который трансформируется ну, это java-код а в Kotlin-код это будет как version просто так что да, оно все равно будет оно, правда, может быть нулом а, нет оно никогда не нул но оно может быть какой-нибудь мусор показывать если я его явным образом не установил мы сейчас проверим, на самом деле мы сейчас просто возьмем и потом вот это вот поле сотрем и посмотрим, что у нас произойдет то есть, опять же здесь я обращаюсь к просто свойству проекта я не могу тут произвольное в отличие от Groovey скрипта в котором, кстати, это можно сделать я не могу значит сделать вот так он у меня обругается потому что он скажет, что такого свойства нету то есть это не динамический скрипт он полностью статически типизирован значит, мы создали этот файл значит и что нам надо еще сделать нам надо скопировать скопировать этот файл в ресурсы точно мы можем сделать это разными путями мы можем просто скопировать перед сборкой перед началом сборки скопировать этот файл в эту директорию ну это не очень хорошо потому что там у нас начнется вот опять уже вопросы кто раньше скопировал или кто раньше собирать начал. В общем, какие-то разные неприятные штуки. Значит, мы сделаем другую вещь. Значит, мы посмотрим, что у нас среди наших задач. Еще раз давайте запустим Gradle Tasks. Это он что-то переконфигурирует. Значит, среди этих самых задач у нас есть такая задача, называется... Сейчас я ее найду. Нет, это не в Help. Так, что-то я ее не вижу. Что-то я ее не вижу. Ресурсная задача. Сейчас, секунду. Должна быть где-то... Так. Тут должна быть задача, которая компилирует ресурсы. Ага, вот процесс ресурс. Вот она. Значит, мы можем, на самом деле, подцепиться к этой задаче. И в тот момент, когда он будет копировать вот эти ресурсы, вот в этот вот build, да. То есть, если мы посмотрим результирующие классы, которые у нас лежат... То есть, когда у нас происходит сборка, он у нас генерирует вот две директории. Он генерирует файл с классами, генерирует файл с ресурсами, а потом складывает их вот в один жарник. Этот жарник мы, кстати, теперь можем посмотреть. Наверное, не отсюда, это надо заглянуть из того самого... Из... Вот отсюда. Значит, мы можем просто зайти в этот жарник и увидеть внутри, что это на самом деле... А, кстати говоря, почему он у меня не собрался? Наверное, надо build запустить один раз, чтобы он у меня ресурсы туда подобрал. Да, вот сейчас мы туда посмотрим. Ой. А, вот он собрал, да. Вот, мы видим, что на самом деле этот файл с версией, он туда же скопировал в этот результирующий архив, который является нашим приложением. Вот. Так, классы он его не копирует. То есть, он вот отдельно сюда собирает. То есть, нам надо что сделать? Нам надо в тот момент, когда он вот эту директорию создал, нам надо в нее подпихнуть этот файл. Ну, давайте мы так и сделаем. Значит, мы возьмем... Кстати говоря, давайте заведомо напишем мусор вот в этом файле, чтобы мы потом его не путали. Храним и опять же проверим, что у нас правильно все... Ну вот, версия на новом. Замечательно. А теперь нам надо что сделать? Нам надо сделать, скопировать этот файл в задачу, в директорию, в которую надо. Значит, ну, это можно на самом деле сделать довольно просто. копии. Ну, мы можем, не, мы можем совсем тупо сделать, да. Мы можем сделать, на самом деле, вот так. Версию, вот этот файл. Копии. 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 И написать тут файл, вот такой файл. файл. Build. И тут написать, собственно, как у нас там путь назывался в эту директорию, в которой она у нас лежит. Ресурсис. Мейн. Нет, не точка. Слышка. Значит, вот, я не помню, это копия там в директорию, показывает ли они отчет. Так, override мне надо поставить в true. Давайте проверим, что у меня правильно работает эта штука и просто ее запустим отдельно как задачу. Значит, она у нас называется copy version file. Где-то у нас тут вазер должна быть. Сейчас. Так, лишнее закрываем. Это закрываем. Вот здесь она должна быть. И она должна быть в аддер. Copy version to resource. Так. Ну, что-то не пошло не так. Угу. Значит, он не дает перезаписать файл. Ну, вот это достаточно стандартная вещь. То есть, если я сейчас вот отсюда его уберу. Просто руками удалю. Ой, поехал. Отстань. Вот. Сейчас его скопирую. А, черт. Он... Вот так вот надо было. Ну, вот сейчас я его скопирую. Все. Он создал версию... Правильную версию здесь создал. И я, в принципе, могу на самом деле уже все запустить. Единственное, что мне надо, значит, мне надо сделать что? Значит, мне надо сделать так, чтобы эта задача выполнялась перед сборкой. То есть, мне надо, наверное, взять задачу, которая уже делает, допустим, jar, да? И сделать задачу. Давайте проверим, что у нас произойдет. Теперь мы вызываем build. Так, что-то не понравилось. Ага. Ну, да. Значит, вот тут началась некоторая проблема, потому что я не могу просто так взять и вмешаться в директорию, которая уже работает. Значит, этот фокус не прошел. Давайте тогда все сделаем правильно. Значит, мы возьмем и сделаем вот что. Берем задачу, которая, собственно, организует processing ресурсов. Вот этот вот. Проблема, я правильно понял, в том, что сейчас демон уже залочил эту директорию или что? Да, да. Ну, то есть, естественно, не нравится ему, когда в процессе build-down я что-то ломаю. Значит, мы дополнительно, то есть, мы возьмем вот эту задачу, процесс ресурсов, и мы сделаем так, чтобы она зависела от этой задачи и, более того, она у нас вызывала копирование нужных файлов. То есть, во-первых, нам надо сделать depends on вот этот вот самый copy. Давайте назовем ее по-другому. Create version file. И здесь мы ее создаем. И вторая вещь, которая нам нужна, это скопировать ресурсы. То есть, мы можем, на самом деле, что сделать? Мы можем вот этот как раз вызвать dolast и воспользоваться. Ну, давайте так и сделаем пока. А потом еще можно упростить это еще. Dolast и воспользуемся, значит, опишкой самого, самого Gradle для копирования файлов, который все это делает. Значит, надо. From. Значит, file. From. Значит, file. Так, ну вот так вот оно, может быть, даже заработает. Так. Что ему? А. Resources. Так. Сейчас, что мне не нравится? Может, посмотреть так, trace. Так, ну что-то я, по-видимому, неправильно использую. Давайте я попробую сразу сделать хорошо. Значит, мы вот что сделаем. Хотя нет, все должно вроде правильно работать. Ну, давайте посмотрим. Так. Так. From. Правильно. А. Наверное, не to, а into. Ща. Секунду. Ща. 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 Ага. Ща. 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 так вот это уже а я наверное да потому что я взял и залочил файл кстати говоря может быть первый раз поэтому она не работала все смотрите все заработало более того я сотру специально этот файл и выполню сборку еще раз замечательно вместо нашего а но он черт знает что у нас записалась реальная версия значит и мы можем что сделать мы можем пойти замечательным образом к нам я правда не знаю что он сейчас выдаст потому что еще раз вот этот раннер работает правильно можем попробовать даже еще раз его сделать clean и выполнить эту задачу еще раз так мы делаем clean очищаем вот все вот этот мусор который мы написали и выполняем задачу еще раз все работает товарищи мы только что сделали плагин который подставляет правильную версию вот буквально это заняло у нас несколько строк тут можно на самом деле еще ладно сами так хорошо а если нужно было бы в коде именно не в джарник а в коде поменять допустим надо под фикси оплате ход фикс пожалуйста пожалуйста значит коды генераторы отлично делаются на грейдл более того на самом деле в грейдл так как встроен груви там уже некоторые шаблонизаторы встроены давайте я вам сейчас просто покажу кусок который ярослав поставала в дело так просто я сейчас сходу найду кстати александр маленькая ремарка там в коде вместо фигурные скобки object можно просто фигурные скобки у вас издастся лямбда под линию который можно взять java класс наверное тоже самое это кстати говоря только что я только что с романом елизаровым в ишесах обсуждали ну как он написал я ответил по поводу того что вот как бы надо сделать это покрасивее значит мы идем с вами в коды генератор который есть кейма по моему тоже есть код генератор вот он собственно значит вот сделан код генератор вот он буквально строчечки подставляет генерирует куча 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 кошмарного кода с вставленными строками и эта штука находится в build src build src это просто директория в которой складываются gradle скрипты которые потом в проект подгружаются то есть вот вся вот эта вот штука которая здесь происходит с генерацией кода она происходит на стадии сборки проекта значит мы можем пойти в то место где она вызывается так это сейчас для чего он делал для для gmail сейчас мы туда пойдем и посмотрим как она используется вот билд ну вот 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 пожалуйста значит вот выполняется задача который генерирует код и подкладывает его в исходник а тут что-то прям какая-то другая совсем задача до решается не то что не такая простейшая как типа поднять там hotfix номер здесь задача немножко другая здесь задача заключается в том что ну вот ну это уже специфика научных приложений там надо делать специализированные версии для разных математических объектов то есть вам нужно большой кусок кода для double большой кусок кода для int большой кусок до кода для long они ничем между собой не отличаются кроме того что в одном месте им в другом long в другом double и вот для того чтобы этот вот код не писать по многу раз используется кодогенерация то есть процедура где мы берем шаблон и создаем код по этому шаблону подставляя в него разные варианты а если бы надо было подредактировать именно код существующий опять же это уже немножко за пределами нашего курса но и значит для вы можете делать чего угодно с кодом плохая практика редактировать код потому что у вас в это редактировали код пользователь отредактировал но кодогенерации используется много где во всяких про таба в плагинах она используется а вот прямо что редактировать то что пользователь написал ну наверное это так себе идея то есть по крайней мере как минимум надо скопировать куда-нибудь я просто пытаюсь понять как лучше решить вот такую задачу чтобы автоматически поднимать версию номер версии в коде ну вот я вам примерно показал да то есть вы складываете в ресурсы этот файлик на самом деле не нужен мы можем просто убрать на и не буду он просто хорошо демонстрирует что я затираю из ссылаться на ресурс или ски вы можете еще что сделать вы можете создавать новый файлик даже котлин файлик который будет значит содержать нужный код или версию а более того вы можете вообще говоря что делать что опять же это но это и в мэйвин можно сделать но в грейдл вы можете еще что-то сделать вы можете например сказать значит котлин я сейчас не на не уверен что надо навскидку вспомню нотацию значит сорсет короче тут можно надо создать новый из так мы вот мы есть отлично и мы можем тут добавить директории авто комплектом тут пользуюсь потому что я а котлин так ладно сейчас попробуем быстренько вот ли вот вот source директории отлично значит мы можем сделать что посмотреть в этот source директор из файл коллекция мы тут можем добавить можно добавить наверное ну класс есть да я просто сейчас на ходу можно в интернете найти достаточно быстро это решение как добавить директорию в так тут есть план в main source cd то есть чтобы добавить директорию файлы свои какие-то я например делаю вот здесь директорию src main допустим называю эту директорию ген и и здесь я добавляю значит она умножила и здесь я добавляю wxd сейчас секунду в так это гет она надо на самом деле сет сейчас товарищи начни солнце директорис надо а это нет плюс а вову значит класс нам надо добавить какой-нибудь файл до класс файл и мы вот давайте попробуем так сделать она у нас есть я правильно все сделал она должна у нас сейчас подсветиться синеньким не подсветилась но в общем надо посмотреть быстренько в интернете рецепт как это делается это собственно стандартный способ взаимодействия системой сборки гряду ну да 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 вот у вас есть вот это вот проектная модель которая есть source сеты в которой есть разные композиции и вы можете ее менять там проблемы на самом деле возникает когда вот у вас много-многих изменений они уже начинают интерферировать друг другом вот эта проблема реально большая и вот ее гряду не решает а вот смысле гибкости она конечно же огромная здесь опять же котлин тут как когда это был груди тут было много проблем потому что надо было вот все вот этот код достаточно сложный помнить на память и или постоянно лазить в документацию выяснять с появлением вот собственно котлин dsl это все очень сильно упростилось потому что вот видите я абсолютно не помню как это сделать но просто из помощью при помощи автокомплита я могу достаточно быстро по крайней мере значит это все сделать давайте мы просто проверим почему у меня так файл а почему градус тулинг не появился за столько лет я тулинг весьма хороший то есть собственно вот в груве смотрите в грай в грэдл груве тулинг есть он не идеальный но он есть там вот есть всякие подсказки но проблема в том что там вот все эти вещи приходится делать именно на уровне айды е и конечно его невозможно невозможно все покрыть вот нам андрей не даст соврать команда айды е она не бесконечная она не может покрыть все вот да да поэтому конечно же какие-то вещи покрыты какие-то нет вот scotland dsl это все гораздо проще еще раз потому что вам не нужно ничего делать вы просто делаете потому что весь код который здесь есть за исключением вот этой штуки я уже сегодня не успею рассказать почему она другая как раз напишу статью вы почитаете это обычный kotlin скрипт который вы если вы делаете просто поддержку языка kotlin то автоматом вы получаете поддержку сборки в грейдл это максимально простая вещь вот есть еще некоторые атовизмы которые позволяют например значит которые из-за которых вот сложности возникают то есть из груви там вылезают всякие они то есть не типизированные объекты еще что-то но в целом конечно же эта штука работает гораздо красивее и приятнее чем она работала раньше и особых нареканий нет за исключением еще раз говорю давайте я все это раскомментирую пошли этот проект вам потом куда-нибудь выложу а исключением случаев когда уже начинают разные вот такие вот модификации разные проекты друг с другом конкурировать и это есть некоторая проблема так а давайте мы все-таки попробуем почему он не подгрузился должен был вроде бы так и сердце мы и он должен в общем надо в интернете посмотреть я честно говоря вот при прямо так сходу не уверен относительно чего он разрешает вот этот вот файл есть тут можно дамк ну я не вижу сейчас почитаем лямк кто сказал блямк ну еще раз легко находится даже в основной документации грейдов даже просто мы сейчас забьем грейдов и кастом сорс директори вот вот например там первое там который то отстань ты значит сорс дирс и надо дописать вот сорсет main kotlin данном случае это это на груве написано но на котлен она будет значит давайте так ну вот например тогда я боюсь правда что он убьет старую а нет отметил все правильно ну-ка давайте попробуем бил сделать так и посмотрим что он у нас в классах сгенерил да все правильно он генерил все должно работать замечательно то есть сейчас на клин еще сделаем на всякий случай да все он подхватил новую директорию то есть мы вот создали директорию в чем смысл в том что она ее пользовать ну вот был вопрос как делать код ген пользователь ее не трогает принципиально и мы в эту директорию просто складываем новость генерированный файл и говорим пользователь не лезь туда она все сама сгенерированы все version control мы говорим тоже не лезть туда обычно да хотя вот я с ярославом как сказать он со мной не согласился он сказал что надо кэшировать эти изменения и изменять их только когда и сохранять в контроле версии ну вот он так считает града локи вот эти лок версии нет 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 речь идет о том что если у вас какие-то файлы сгенерированы вы обычно хотите чтобы когда на новый компьютер вы при когда вы скачиваете проект она вас перегенерировала заново ну то есть при сборке они пришло вместе с каким-то набором ошибок уже из контроля версии но вы знаете товарищи вот здесь позволю себе вставить свои пять копеек я бы подобные вещи кэшировал не на уровне системы контроля версии все таки а на уровне скорее snapshot или артефакт зависимостей на team city то есть вы грубо говоря генерацию кода и сборку кода вы можете разнести по разным конфигурациям и условно говоря перегенерацию кода вот повторную генерацию до запускать только тогда когда вам это нужно то есть запустили build взяли новый результат если надо если нет используйте старый вот значит ясно что если вы используете код ген это такая вещь которая могучая но очень неудобная ну например если сейчас сгенерирую код на который я хочу сослаться вот здесь вот у меня это не получится потому что на этапе когда я работаю с этим кодом этот код еще не сгенерирован вот поэтому конечно же сейчас люди пытаются изобрести какие-то более совершенные инструменты есть например для kotlin есть такая штука называется где мой браузер она называется kotlin sim и чтоб тебе и боу процессинг это google сделал это компиляторный плагин который позволяет генерировать код на лету автоматически такая достаточно сложная технология есть технология из java мира называется apt annotation процессор что-то там который позволяет а аннотейшн процессинг tool tool точно не помню что такое которая позволяет по аннотациям в коде опять же генерировать и модифицировать вот то что спрашивали код опять же ну вот куча куча всякого то есть возможно это даже уместно для задач поднимания версии получается более того по моему есть готовый на аннотейшн процессинге версии которые это делают но есть кап который аналог для kotlin но у всех этих инструментов есть много недостатков то есть на самом деле кодогенерация если мы не берем вот такую простую как я вам показал сегодня просто подкинуть новый файлик в ресурсе это одно из оружий так сказать последнего как как там как там как ядерное оружие когда ты же родного дня ну да когда уже больше ничего не помогло вот вы берете занимаетесь код генерации потому что проблем с поддержкой сгенерированного кода превеликое множество там начиная от существенного замедления времени сборки случае аннотейшн процессоров да там всякие протухание кэша и вот протухание вот этих версий сгенерированных файлов надо контролировать что они правильно соответствуют там тому другому третьему это тоже чем не рекомендуется заниматься если у вас есть другие возможности так мы уже закончили по времени я думаю сейчас может позадавать сейчас вопросики если какие-то вопросики остались надеюсь что вам было интересно я реально полный экспромт я вообще то есть я не готовился но вот достаточно быстро заработал сама вот что ты не слышу больше вопросов вот как я уже сказал идеология грейдал мне кажется вот именно диалоги а модели проекта идеологии вот этой смеси с одной стороны декларативное описание зависимости и таз графа с другой стороны возможность достаточно гибкого добавления новых вот этих плагинов новых действий это то что ну к чему мы так или иначе придем во всех системах сборки проблему грейда безусловно есть еще раз говорю главная проблема это вот интерференция плагинов вообще сама система плагинов которые к сожалению очень не продумано то есть просто когда люди это создавали они не понимали насколько массовым будет использование самого грейдал из самой системы плагинов не рассчитали вот но вот что-то из этого вырастет более новое интересное а мне вот вопрос вот я отправил потому что андрей считает что нужно максимум выносить в билд систему все альтернативная точка зрения то то что он в именно градлее все держать да получается нет нет сейчас стоп есть две точки зрения что максимальное количество инструментов должны быть в билде в сборке или максимальное количество должно быть в continuous integration вот собственно спор между этими двумя вещами то есть допустим мейк и си мейк во многом и придерживаются идеологии что вы делаете сборку максимально простой буквально скомпилируй файл сложи сюда и все больше ничего а все сложные вещи генерации документации диплой там тестирование и так далее и тому подобное делается уже на уровне continuous integration вот идеология мейк и грейдл она заключается в том что нет давайте мы не будем усложнять жизнь людям которые пишут continuous integration скрипты мы максимально все вынесем то есть максимально все будет делать сама сборка а continuous integration будет уже только с конечными продуктами работать или вызывать те или иные таски в сборке а как вот выбирать подход в итоге чья идея победит это я думаю что это холиварный вопрос да потому что как бы у каждого еще раз говорю вот мейк си мейк придерживаются идеи что все должно быть континент на грех их правда вариантов нет потому что на семейке попробуйте сделать чем сложное не просто не сможете вот в мейк и грейдл но вообще в джава экосистеме подразумевается что все по максимуму делается в билде сам я сторонник вот именно этого подхода могу рассказать короткие случаи же мы немножко вышли за временем кто может кто хочет уже может отстрелиться недавно вот у нас сайт используют систему gatsby чтобы я еще раз взял что-нибудь из экосистемы java скрипта я с ним замучился но смысл в том что я еще больше замучился с тем что вот этот сайт собирается и его надо задеплоить на сервер который у нас на вистехе в этом самом виртуальный сервер на centos 7 и есть плагин для java actions возможно наверняка еще им быть для тем сити но у меня нет тем сити по и пока по крайней мере правда андрей меня уже почти убедил что надо завести вот я вам заведу александр хочу вот я даже наверное хочу вот есть плагин для java actions который копирует ну собственно там билд все сгенерил и копирует файлы по ssh так вот этот плагин не буду говорить о нем думаю он не работает с центрус там какой-то конфликт терминалов настройка терминалов он в упор не работает с центрус я с этим бился долго очень долго недели ну то есть якобы не прямо везде этим занимался но много-много раз я пытался это так или иначе победить там конфигурировал эти терминалы черт и дьявол это была проблема с градом или с системой или на прослушал вообще но да там грейдла нету это я сейчас абстрактно говорю это была проблема конкретно вот ssh плагин для java actions он просто не он просто не дружит с центрус несовместим в конце концов что я сделал я на той же самой ноде которая докере может быть может в докере тогда запускать тот же этот клиент для java actions она и так и так там вот java actions там и так какой-то контейнер от версии ядра именно прям такая проблема там проблемы с терминал то есть дефолтная настройка в центрусик которая там стояла или даже не дефолтная там в центрусик кстати говоря как всегда замкить свои настройки она не дружила вот с настройками ssh которые были у этого плагин я влетать что сделал я на той же самый ноде на которой этот гэдби сделан но джи с я на ней написал маленький плагин в сборку но джи с там есть сборка в отличие от пайкона допустим и в эту в эту сборку написал плагин там буквально на 15 строчек который делал этот диплой и просто на джидхабе вместо того чтобы использовать плагин джидхаба континьюнс интегрэйшн который делает эту копию я это я вызываю метод который вызывает собственно кусок этой сборки на ноде все полетело мгновенно поэтому я вам не дам однозначного ответа у разных людей разные мнения но мне кажется что идеология все включено она так или иначе победит это чисто человеческий фактор если вы хотите сделать выносить все в континьюнс интегрэйшн вам надо держать просто отдельного континьюнс интегрэйшн инженера который будет это делать если он у вас есть да а если у вас его нет ок спасибо вполне возможно что в team city таких проблем нету и там все просто летает мгновенно самой даже кофе готовят я абсолютно не исключаю но на самом деле я позволю себе прокомментировать что во первых с моей точки зрения вот эта грань между системами сборки и серверами ся и сиди да она стирается постепенно с одной стороны то есть в принципе тот же самый диплой вы можете сделать да из одного из другого и но если вы будете поддерживать это на уровне системы сборки конечно же инженером я минуту девопсом называемым да этим инженером будет существенно легче вы им облегчит и жизнь плюс это возможность ну прям абсолютно прозрачной легкой трансляции проекта с одного допустим сервера тем сити на другой сервер тем сити потому что у вас и так и так все записано уже в системе сборки или кстати говоря на другую систему continuous integration потому что сейчас если у вас в системе continuous integration они же друг с другом несовместимы вам целиком надо все переделать вот поэтому да мне кажется что вот идеология типа как в ноде сейчас используется идеология как грейдл сейчас используется скорее всего она будет выигрывать но опять не все плюс плюс потому что на семейке вы это не сделаете просто вообще и все ну просто потому что писать плагин для семейк очень тяжело вот и все подгружать его еще сложнее все товарищи значит наше время истекло значит пишите вдруг если у вас есть какая-то желание что вот какая-то тема вот которую прям вам обязательно надо чтобы мы в этом году тоже разобрали пишите пожалуйста это в чат а так я думаю что мы в принципе закончили у вас есть вот там две недели у тех кто хочет сдавать зачеты на то чтобы подготовить эти с еще раз напоминаю что если вы не хотите сдавать зачеты тоже можете сделать польза интерес и так далее и тому подобное все то есть студенты должны писать эссе как им помог этот курс я просто не в теме нет нет студенты пишут эссе про инструменты разработки в своей любимой или нелюбимой экосистеме любой может который был в этом курсе может который не был в этом курсе просто некоторые вот свои соображения на эту тему мы просто должны как-то оценку поставить надо для этого иметь какой-то материал но и плюс это будет большая польза я уже еще раз напоминаю на если кто-то напишет прямо что-то совсем интересное мы это попросим опубликовать хабре так письмо выключаем и Продолжение следует...